Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео поговорим о новой версии Elementor 3.13. И с этого обновления разработчики меня просто удивили настолько, что я просто в шоке на самом деле. Искусственный интеллект внедрили прямо в конструктор страниц Elementor. И сейчас в этом видео мы посмотрим, как это работает. Сразу хочу сказать, они настолько классно и четко внедрили его в Elementor, что ранее, вот мои уроки, когда я показывал, скажем, как в Joomla плагин этот настроить, там нужно было создавать учетную запись в специальном сервисе, который не работает в России. И все это было неудобно, и все не очень интересно. Но с Elementor не нужно никаких телодвижений. Мы просто обновляем наш конструктор, и у нас инструмент внедрен. Готовый искусственный интеллект прямо в Elementor. И в каждом инструменте, текст, заголовок, кнопка, в CSS-редактор, мы просто заходим в нужную кнопку, в CSS-редактор, и говорим искусственному интеллекту. Прямо по-русски можно писать, добавь мне там такую-то анимацию, которой, допустим, в Elementor нет. И он понимает, искусственный интеллект понимает все это. И выдает тут же результат. И текст пишет уникальный. И на русском языке пишет текст для вас, для вашего сайта. Это просто, просто бомба. Давайте в этом видео посмотрим, что же это за зверь такой. Итак, давайте взглянем на мой тестовый сайт, где на момент записи этого видео у меня актуальные версии Elementor и Elementor Pro. Elementor это 3.13.1. Elementor Pro это 3.13.0. И именно в Elementor посмотрим детали изменения от 5.08. New, то есть новое, Elementor.ai добавили. То есть искусственный интеллект, вот об этом как раз здесь сказано, что именно в Elementor. Не знаю, как это будет работать именно в бесплатном Elementor. У меня в связке Elementor Pro. И естественно, самое интересное, это работа с кодом. Что код CSS, искусственный интеллект, для вас может написать за считанные секунды тот, который, допустим, вам не хватает в Elementor. То есть Elementor, скажем, не умеет это делать. Нет, допустим, такого вида анимаций. Что мы делали раньше? Мы нагружали наш сайт сторонними плагинами, чтобы реализовать это. Если мы вставим кусочек кода небольшой, то это не будет сильно нагружать сайт, нежели мы будем ставить какой-то плагин. Итак, не будем сильно затягивать. Давайте сразу посмотрим в действии. Искусственный интеллект, внедренный прямо в Elementor. Это у меня тестовый сайт. Здесь уже есть тестовая страница демо-сайта. То есть это не существующий сайт. Здесь в качестве демо-контента присутствует информация про электросамокаты Yakamuru. Я перехожу в страницы. Перейдем в режим редактирования главной страницы. И давайте сначала начнем с самого простого. Скажем, у меня есть некий блок, где мне нужен, чтобы искусственный интеллект для меня написал уникальный текст. Вот вместо вот этого, скажем. Заходим в карандашик. Как только Elementor вы обновите, у вас будет в разных плагинах неприметная вот такая вот иконочка вот здесь. Обратите внимание, по нажатию этой кнопки мы вызываем искусственный интеллект, встроенный в Elementor. Давайте сначала посмотрим. То есть мы видим мой текст, который я ранее здесь скопировал с сайтом. Здесь есть кнопка обновить. И если мы перейдем сюда, то здесь, я так понимаю, расширенная версия за 3 доллара. Я, честно говоря, не переводил, не смотрел. Скорее всего, что-то дополнительное здесь будет расширять возможности искусственного интеллекта в этом Elementor. Мы не будем это обновлять, мы посмотрим то, что у нас есть. Дальше, ниже, вот здесь вот у нас есть всякие кнопки. А пока что это все у нас на английском языке. Чуть позже, я думаю, здесь будет все переведено на русский. Можно поиграться, посмотреть. Дальше транслитерация, на какой язык. Вот это у нас тональность. И разные кнопочки, которые как-то будут влиять на наш текст. И кнопка Use Text, то есть использовать текст, но это мною написанный текст. И кнопка New Prompt, если нажимаем, вот так это будет выглядеть, если вы просто вытянули, скажем, виджет текста и хотите дать задание. Напиши там мне текст какой-нибудь. И смотрите, у меня сайт про электросамокаты Якомуру. Я просто по-русски пишу текст про самокаты Якомуру. То есть я хочу, чтобы искусственный интеллект мне написал текст про какой-то общий текст, да, про эти самокаты. Вбиваем здесь запрос для искусственного интеллекта и нажимаем на кнопку Generate Text, то есть генерировать текст. И ожидаем несколько секунд. И у нас появляется текст. Якомура, японский бренд, специализирующийся на производстве электрических самокатов. Причем каждый раз текст, я так полагаю, искусственный интеллект пишет разный, потому что я уже пробовал идентичный запрос вводить, и текст был совсем другой. Это, конечно, можно проверить, вставить через специальный сервис на проверке текст уникальности. Но если верить разработчикам, я прочитал на их сайте, то текст должен быть уникальный. Допустим, нам текст этот устраивает, в любом случае, даже если мы не могли, скажем, написать, нам написали, мы можем его сами тут подкорректировать и нажать на кнопку Use Text. Все. Текст для нас создан, и мы его спокойненько используем на сайте, то есть он здесь никуда уже не денется. Думаю, здесь понятно. Теперь, можно экспериментировать тут долго, много, по-всякому, но я хочу перейти к самому интересному. Вот у меня есть текст заголовок, по крайней мере для меня то, что прям вот важно. Переходим в расширенные настройки и пользовательские CSS. Скажем, у нас есть вот задачи или пожелания, мы хотим добавить какую-то анимацию, которую Elementor сам делать не умеет. Скажем, бегущий текст. Насколько я помню, в Elementor нету такой возможности. Ну, может быть, есть там в эффектах, может быть, можно сделать, но я сейчас беру просто к примеру. Допустим, вот бегущая строка. То есть сейчас нам искусный интеллект напишет этот код CSS именно для этого текста. Он уже сам будет понимать, что этот код нужно направить прямо на этот заголовок, и будет все работать. Мы нажимаем здесь, где пользовательский CSS, на иконочку Elementor AI. Во-первых, здесь есть такие кнопки, если на русских перевести, то он предлагает варианты различные, то есть готового какого-то кода. Давайте просто вот верхний пример возьму, нажимаем Generate по-английски. То есть какие-то запросы с какой-то анимацией. Вот смотрите, искусственный интеллект сгенерирует код. Допустим, вам он абсолютно непонятен, вы нажимаете вставить. И при наведении на самом деле этот код дает вот такой вот эффект. Вот именно вот этот код. Я его отсюда убираю. Видим, при наведении у нас больше ничего нет. И я хочу задать свой запрос. Пишу по-русски прям, бегущий текст зацикленный, запятая, при наведении мыши стоп. То есть я сначала попробовал бегущий текст зацикленный, все получилось. Потом я усложнил задачу, чтобы я наводил мышь на текст, и текст останавливался, и это тоже сработало. Нажимаем Generate код. Мы видим, код сгенерирован, нажимаем вставить. Смотрим, что происходит. Наш текст бежит, причем код он генерирует тоже разный. Сейчас у меня код, во-первых, при наведении, видите, стоп, улетает куда-то туда в сторону. Первый раз, когда я пробовал, он не вылазил за рамки заголовка, вот этой рамки фиолетовой. И давайте обновимся и посмотрим, как это выглядит на сайте. У нас текст просто бежит по всей строчке от начала секции, и при наведении мыши останавливается. Это просто невероятно. Я просто в шоке. И если вы хотя бы немножко понимаете в коде, то вы можете вносить правки, которые, скажем, вам нужны. Вот, скажем, вот этот момент. Видим 10 секунд. Если я вставлю 3 вместо 10, то я ускоряю эту анимацию, чтобы текст бежал быстрее. Соответственно, если 10, это быстро, делаю 15. Даже 150, и он будет двигаться очень медленно. Я могу просто сохраниться, и все, этот код будет действовать на этот текст. Теперь давайте попробуем с другим элементом. Вот у меня есть виджет Image. Я захожу в настройки, в расширенные. Перехожу также в пользовательский CSS. Захожу в искусственный интеллект. Задаю запрос по-русски. При наведении мыши повернуть на 30 градусов. Generate. Код сгенерирован. Нажимаем вставить. Вставляем код. И смотрите, при наведении мыши у меня картинка поворачивается. И действительно на 30 градусов. Я пробовал на 90. На 90 очень четко он поворачивается. Причем вот здесь вот вы можете даже сразу вместо 30 поставить 90. И картинка будет поворачиваться. Не надо будет мучить искусственный интеллект. Просто немножко надо вникать в код. И вы уже можете манипуляции вносить в этот код. Теперь вместо 30 90. Но самое интересное, что меня поразило. Давайте посмотрим. Такой анимации, по-моему, точно нет в самом Elementor. Которая мне, скажем, интересна. Это анимация невесомости. Зацикленная, пишу. При наведении мыши стоп. Пробуем. Код сгенерирован. Нажимаем вставить. Обратите внимание, картинка зациклена. Невесомость. Анимация. То есть как будто парит картинка. Вы это видите. При наведении стоп. То есть я навожу мышь, не крутится. Не обязательно делать при наведении стоп. Я просто усложнил эту анимацию. Можно было просто сделать картинку невесомость. И все. И она будет все время так висеть. И сейчас я покажу, как это увеличить. Скажем, вот это. Если вместо 2 мы поставим... Вместо 2 поставим 1. Она будет более резво. Видите, скакать. И вот тут я, допустим, хочу, чтобы она немножко амплитуднее двигалась. Ну, давайте вернем 2. Чтобы она мягче двигалась. Вот тут я задал 30. И посмотрите. Давайте обновимся. Посмотрите на это невероятное. Просто невероятное. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Свои впечатления. Потому что я нахожусь в таком неком шоке. В хорошем смысле слова. Я очень хочу видеть отражение ваших эмоций в комментариях. Можем это с вами обсудить и поделиться мыслями. Как вы это видите в Elementor. То есть, как это будет дальше развиваться. Пока это все круто, интересно. Но мне уже хочется большего. Я хочу задать такой запрос искусственному интеллекту. В деталях ему расписать. С нуля. Вот у меня есть страница. Хочу сказать. Собери мне главную страницу. Так-то, так-то, так-то. Чтобы он прям сразу делал колонки. Делал мобильную адаптивную версию. И из репозитория брал картинки. Которые мне надо в каждый блок. Какие свои. Текст в свой блок. В свой блок. Я думаю, что это, наверное, пока невозможно. Но уже смотрите, что мы имеем в Elementor. Это же просто помощь. По сути, вот вы делаете сайт. Искусственный интеллект. Это некий такой, скажем, возьмем. Потому что это какой-то помощник ваш в виде разработчика. Как какой-то такой гуру, тренер ваш. Который. Вот вы не знаете, как это сделать. Вы к нему обращаетесь. И он вам тут же выдает то, что вы хотите. И представьте, как мы можем расширить просто свои возможности. Создавая сайт к какому-нибудь клиенту. Практически там, я не знаю, любые хотелки можно здесь реализовать. Но пока что я вижу тут только в плане анимации простого CSS кода. Пока не знаю, как это будет. Если нужно, написать будет какую-то сложную форму. Скажем, калькулятор расчета каких-то услуг. Вот это все. Если это уже будет скоро возможно, то это будет просто нечто. А я с вами не прощаюсь. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok